Доброе утро, с вами Кит Финанс, меня зовут Архей Франдей. Сегодня мы, собственно, присутствуем с вами при достаточно интересных явлениях в нашем рынке. Ну, помимо там технических всяких сложностей, связанных с очень активной торговлей, очень сильно изменяем цены, мы с вами наблюдаем рост нашего рынка, который уже давно не наблюдали. В первый час торгов мы наторговали практически половину средневного объема, ну и, в общем, конечно, под это есть определенные факторы. Я думаю, что большинство из вас уже слышало, что вчера произошло, да, Бен Бернанке на своей конференции, ну как на своей, на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федеральной комиссии по открытым рынкам объявил, что не будет сворачивать программу количественного смягчения и, соответственно, эта программа заключается в еженедельном, о, прошу прощения, так, да, неправильно я сказал, ежемесячном, ежемесячном, ежемесячной покупке ипотечных облигаций и трижевей на 85 миллиардов долларов. Вот, и, соответственно, в связи с этим деньги на рынке у нас есть все еще, да, и, в общем, мы видим с вами благополучно хороший рост. Значит, рост у нас был гэпом в основном, да, ну давай сейчас про то, что Бернанке сказал, пару слов скажу, да, перед вами я на графиках, я думаю, сейчас будет видно, подгрузится, должно подгрузиться общий объем активов на балансе ФРС, то есть те бумаги, которые ФЕД покупает, ФРС покупает, сырка, их общая стоимость сейчас составляет около 3,6 миллиардов, по-моему, почти не триллионов долларов. Соответственно, с первого запуска КУЕ, который мы с вами видим в 2008 году произошло, да, этот баланс у нас продолжает увеличиваться и ФРС принимает на баланс все новые и новые активы, соответственно, очищая рынок от, в том числе, некачественных ипотечных бумаг, а поскольку, как вы помните, эта программа была создана как раз, была запущена как раз для этого, для того, чтобы освободить банки и других, соответственно, участников экономики от некачественных активов. Соответственно, расширение у нас будет продолжаться, но на это в первую очередь отреагировали трожерея, доходности трожерея у нас, по двухлетнему упали до 0,31%, перед вами график, и, соответственно, большую динамику, большую, так сказать, разворотную динамику у нас продемонстрируют десятилетние трожерея. Да, ну это, кстати, вот рисуночек на графике стрелки, это, собственно, ожидание моего коллеги Дмитриевича Горзина, которую он отрисовывал позавчера, вот, по динамике трожерея. Ну, собственно, можно его поздравить с удачным, с удачным прогнозом. Ну, десятилетки, естественно, пошли вниз, поскольку доходности десятилетки пошли вниз, потому что, естественно, если программа продолжает, то облигация продолжает выкупать, а выкуп облигаций и рост их цен будет связан с, ну, и сейчас уже связывает с падением доходности. Дешевые деньги у нас пока еще остаются, о, прошу прощения, дешевые деньги остаются, а доходности по облигациям у нас спадают, потому что количественные смягчения и, соответственно, кредитная денежная политика, о, не кредитная денежная политика, а политика по процентным ставкам, это хоть и связанные, но разные вещи. Значит, в своей речи Бернанке упомянул, что пока еще у ФРС нет достаточных оснований на то, чтобы сворачивать программу. Ранее планировалось, что в этом году программу потихоньку начнут завершать и, соответственно, к середине 2014 года ее вообще уберут. Но поскольку целевые уровни хотя бы тоже безработицы, это 6,5-6%, у ФРС не были достигнуты текущий уровень, безработицы. Перед вами график 7,3% по последним данным, которые у нас выходили некоторое время назад. Тут еще, ну, как бы, да, там экстраполируя, еще где-то до целевых уровней у нас безработица может падать в течение года. Кроме безработицы, темпа роста экономики, ну, да, находится на уровне прогноза, но, как неоднократно говорил господин Бернанке, который, собственно, уходит с его поста в конце января следующего года и заменит его, скорее всего, госпожа Елен. Ну, тут, я думаю, что истории про смену нового головы ФРС вы слышали в начале недели. Значит, да, Бернанке пока еще целевые уровни по безработице еще пока не были достигнуты. Вот. Ну, тут, собственно, сказать нечего, потому что ФРС, она действует в данном случае последовательно, не идет на какие-то там, на какие-то уступки пока еще не были достигнуты определенные цели. И даже, несмотря на то, что, в общем-то, ну, глобально вот эти все вещи, да, то, что ФРС не готовы сворачивать программу в рит, а некоторые слабости экономики. Но, тем не менее, то, что программа выкупа осталась, рынок воспринял это хорошо, доллар пошел вниз. И, соответственно, то, что мы с вами видим, связано в основном с падением доллара и рост золота и, соответственно, других металлов, фондового рынка и всего-всего, что может у нас расти, ну, кроме доходности подражаем, у нас все выросло. Значит, что еще интересно. Как вы помните, примерно такие же, такая же картина была чуть больше года назад, когда была запущена QE3, когда в Северлево все уразинги есть, рынок гопанул на хороших объемах, обновил хай локальный, но дальше этого дела не пошло и дальше мы наблюдали с вами благополучное снижение. Ну, в частности, давайте сейчас на индекс РТС с вами посмотрим. Я покажу, что я имею в виду. Так, 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 так. Да, вот у нас объявление о запуске QE3. И здесь мы видим, день шли наверх, ну, тоже, насколько я помню, объемы были хорошие, но потом все благополучно у нас свалилось. Соответственно, то, что мы наблюдаем сейчас на рынке, очень на это похоже. В частности, мы открыли с гэпом, да, на 2%, но Америка у нас выросла достаточно умеренно. То есть, если мы с вами посмотрим на SPX, так, по темпам прироста у нас сколько тут получается? Давайте посмотрим. Хай обновили, но темпы прироста всего лишь 1, ну, 1,3%. Хороший прирост, но ничего супер и сверхъестественного. Вот. А в этой ситуации плевать против ветра, то есть, идти против тренда я особого смысла не вижу, тем более, что многие наши бумаги показывают неплохие сигналы на продолжение восходящей тенденции. В частности, Газпром обновляет свои хайи. Да, вот именно Газпром, красавец. Газпром обновляет хайи, соответственно, многие бумаги делают то же самое. С утра был определенный подслив, но я думаю, что в течение дня, если мы в течение дня покажем устойчивый рост, то не исключено и продолжение тренда. Все вот эти мои мысли относительно, ну, да, Лукоил что-то у нас уже, да, Лукоил плюс полпроцента уже куда-то его начинают подсливать. Значит, все мои рассуждения сегодня будут сводиться к тому, что тренд у нас сохраняется восходящий, но то, что Фед не свернул программу количественного смягчения, это не повод закупаться на всю котлету. Поскольку новость мы уже отыграли, мои рекомендации будут или заходить сейчас по каким-то, ну, по каким-то сигналам техническим на приложение тренда, или подождать коррекции, но не торопиться с принятием решений. Вот. Потому что то, что сказал господин Бернанке, это относится к форс-мажору. Форс-мажор положительный, но тем не менее он может впоследствии негативно отразиться на тех, кто в ВХ принимает решение. Вот, значит, наша позиция по кик-комаде остается до сих пор, ну, в лангах по большинству бумаг. С золотом и серебром у нас там фокус надался, сработали стопы. Но по бумагам тут у нас, естественно, все в большинстве своем. Да, все куплено, шартов у нас не открыто. И ждем новых сигналов на продолжение, на продолжение роста. Значит, из непосредственной идеи, что может быть. Так, 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 так. Сейчас, минуточку. Да, ну, из того, что у нас показывает трендовые сигналы на продолжение роста, я пока вижу только Газпром. Да, Газпром обновляет ХАИ, но это единственная бумага, пожалуй, которая у нас в течение последних нескольких 15 минуток растет. Потому что, если мы с вами посмотрим на Лукоил, Роснефт, Сургут, они уже как-то начинают корректироваться. Вот, соответственно, один позитив отыгран, если будут, если будут поднимать после перекрытия ГЭПа. Например, на Сбере. Сейчас, конечно, это хуже работает, но я думаю, что как раз пришло время Сберу отработать свою старую тему. Это перекрыть ГЭП и, соответственно, продолжить свое восходящее движение. Благо, что все ХАИ у нас уже 10 раз переписаны и для включения новых участников, ну, в частности крупных игроков, было бы неплохо бумагам скорректироваться и, соответственно, уже от корректировочных уровней, ну, там, в частности, по Сберу от 101 рубля продолжает свое восходящее движение. Сбера, кстати, находится в хорошем привилегированном положении. Ну, не привилегированный Сбер, а обычный Сбер находится в привилегированном положении. Потому что последний, ну, до начала сентября он оставал в целом от рынка. Сейчас он догоняет рынок и может показывать, как правило, больше темпы прироста, чем остальные бумаги. Поэтому, в общем, да, при продолжении тренда у Сбера очень хорошие перспективы. И мы, соответственно, будем держать эту бумагу в команде в фокусе внимания на покупку. Те, кто следит за срочным рынком, могли заметить большой объем открытых позиций по 135 декабрьским пытам. Ну, тут я думаю, что все очень, все вместе боялись и опасались того, что все-таки программа будет завершена. И рынок у нас пойдет вниз. Ожидаемая волатильность на рынке по индексу. Так. Да, уже спадает, уже спадает сегодня на росте. Она достигала аж 28%. Ну, в общем, на таком рывке это, конечно, вполне естественное явление. Более того, со вчерашнего вечера могли остаться определенные заложенные в ценах ожидания по рыночному падению. Вот, но то, что сейчас, да, ожидаемая волатильность падает, это скорее хороший сигнал на продолжение восходящего тренда. Те объемы, которые мы видели, это скорее хедж, ну, в большей степени, да, там 300 тысяч контрактов по декабрю. И все остальное как раз тоже связано именно с господином Бернанке. Да, резюмеры все вышесказаны. Я скажу, что день, конечно, сегодня позитивный, но еще раз предостерегу всех от того, чтобы закупаться на весь объем в ожидании продолжения роста. Я считаю, что нужно подождать там парочку дней и посмотреть, что у нас будет происходить в бумагах, можно продолжать оставаться, если они у вас были куплены ранее. Соответственно, готовиться к активным позициям по тем инструментам, которые сейчас скорректируются сильнее остальных. Ну, в частности, Сбер, да, который, как я уже сказал, догоняет, догоняет рынок. Так, 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 ну, в общем, в общем, все, наверное, что я хотел сказать. Не исключено, что вы ожидали больше, но по моей практике в такие дни, когда у нас на открытии какой-то сильный разрыв, соответственно, неожидаемый рынком, лучше понаблюдать со стороны, как я уже сказал, пару дней и потом уже будет складываться вся картина, потому что вот такие вот все штуки, это как раз те самые черные лебеди, иногда они бывают, конечно, за белым окрасом, как сейчас или как при запуске КУ-3. Но, тем не менее, это нестандартные события, которые, ну, на которые нужно пытаться реагировать очень сдержанно. Соответственно, я вас к этому всех и призываю. Да, 135 пункты декабрьские у нас открыты 368 тысяч контрактов. Ну, 135 тысяч пунктов, сами понимаете, это не так далеко. Всего лишь минус 3 страйка от текущих уровней. Да, до декабря вполне можем туда свинтить. Ну, в общем, в общем, все. Сегодня у нас еще брифинг, посвященный кит-команде. Соответственно, обсуждение итогов и новой идеи. Я думаю, что к тому времени на рынке у нас остаканится в 4 часа, в 3 часа, в 3 часа у нас будет это событие. Поэтому присоединяйтесь к нам. Будем отслеживать рынок и продолжать, продолжать на нем работать. Все. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Берегите себя, помните о рисках. И не давайте различным господинам Бернанке вводить себя в искушение. Все. До свидания. Завтра с вами будет Дмитрий Шикардин. Но в это же время в 11.15. До встречи. Дмитрий Шикардин.